лето солнце воздух вода все это наши лучшие друзья но летом не только мы активируемся контактировать с природой а у нас активируется микрофлора которая находится везде в окружающей нас среде и значит количество контактов с этой микрофлоры у нас увеличится если вы здоровы у вас нет хронического гастрита дискинезии желчеводящих путей говорю о собой уже смешно потому что с этими диагнозами приходят ко мне все пациенты которые приходят на прием они уже имеют заболевания желудочно-кишечного тракта то мы начинаем говорить что наш естественный иммунитет то есть иммунитет нашей кислоты желудка иммунитет щелочности кишечника проводит сам все реакции не допуская размножение в нас микрофлоры которая попадает с любым продуктом питания мы сегодня поговорим именно продуктах питания потому что любые продукты питания прежде чем попасть к нам в рот они уже побывали в чьих-то руках на рынке мы который раз будем трогать эти овощи фрукты и и если у нас контакт происходил с микрофлорой она находится на поверхности микроорганизм заодно смотрите вот на эту мою красотку называется она у нас личинка висцеральная шистосомы это микрофлора через ворсинки кишечника при наличии там язвочек эрозии или как я говорю при дырявом кишечнике назови его хоть как по-медицински хоть как не по-медицински но это расхождение ворсинок друг от друга появление щелей эрозии язвы с вещей и вот микрофлора желудочно-кишечного тракта попадает внутрь нашего организма и начинает уже нашим другом становиться или же наша иммунная система продержит количество регулируя количество микрофлоры или не получится этого регулирования если у нас есть дефект переваривания поэтому задача поставить заслон попаданию активные микрофлоры которая вызовет заболевание а лето это гельминтоз который начнет проявляться у нас обычно в осеннем периоде когда детки пойдут в школу поэтому мы с вами отрабатываем самым элементарным способом вы либо замачиваете фрукты овощи в соляном растворе либо в содовом растворе ну вот я который раз вам показываю в постах вы можете у меня найти эти посты я показываю как обрабатывать у нас фрукты овощи с помощью озонатора вот такая такой приборчик он висит у меня на кухне и вот именно такой марки я пользуюсь им уже давно мы с ребятами которые его распространяют работаем вместе если у вас что-то случается с озонатором то стараемся его поменять то есть стараемся чтобы этот прибор у вас работал долго но у меня уже наверно лет десять вот один работает я отношусь к нему очень корректно это же мой помощник который в любом городе поможет мне про озонировать это озонатор называется посмотрите да озонатор шин ау озонатор и он отрабатывая на поверхности посмотрите вот какой у нас идет процесс обрабатывая на поверхности ягоды вот вы попробуйте смородину каким-то образом эффективно обработать так чтобы находящаяся микрофлора на ее поверхности она у нас не смогла попасть и остаться при наличии проблем желудочно-кишечном тракте остаться живой да еще вызвать заболевание или в моих стихах это так звучит коль ты не псих и желчь течет клади тогда что хочешь рот а коли стресс то жди ответ пойдешь надолго в туалет что и происходит или запор или понос и в результате применения озонатора ну хотя бы в летний сезон а те пациенты которые его приобретают используют его для того чтобы про озонировать холодильник и для того чтобы разобраться с обувью например когда человек грибком страдает разобраться с обеззараживанием игрушек как вот эти мягкие игрушки их можно и стирать но можно и озонировать мясо это сейчас очень важная тема мясо рыба когда в самой ткани у нас находятся гельминты и поэтому доселе просматривая кровь пациентов удается встречаться постоянно постоянно встречаться с микрофлорой в плазме крови пациентов хотя у нас сейчас вроде все работает и здесь я вижу и так гельминтоз это есть следствие плохого переваривания на слизистый желудка и слизистый кишечника если вы стараетесь делать два мероприятия работаете диафрагмальным дыханием и желчь постоянно у вас хорошо дезинфицирует на желудочно-кишечный тракт значит у вас проблем не будет от применения новой пищи если у вас есть дефект в желудочно-кишечном тракте вы применяете озонатор который можно повезти с собой на дачу он быстренько видите и сложится и в чемодан между бельем можно поместить вы применяете озонатор чтобы это микрофлора не попадала внутрь поэтому я вам желаю научиться предупреждать попадание патогенной микрофлоры но все же стараться чтобы вас желудочно-кишечный тракт мог спокойно реагировать на различную попавшую микрофлору обязательно если вдруг начинается резкий процесс первое что вы должны сделать это вы должны перестать есть сырую пищу только термически обработанную потому что тоже обеззараживание происходит при термической обработке а когда пройдет проблема обострения наследствия желудочно-кишечного опять вернуться к сыроедению то есть вы регулируете питание не забудьте регулировать диафрагмальным дыханием потому что боли вы просто должны убирать сразу когда они возникли об этом у меня очень много постов желаю вам лето оценить во всей его полноте и красоте и понять и попробовать все его вкусы и от этого ничего не иметь удачи вам